Всем доброе утро, мои хорошие! Сегодня у нас среда. Я сейчас это видео вставлю в начало вчерашнего видео, которое я сняла, чтобы было как бы открытие, но погода не изменилась, поэтому вчера бы я вам выставила бы этот отрывок или сегодня. Это не имеет значения, потому что погода вчера целый день была вот такая, пасмурная, видите, дождь, и сегодня то же самое. Вы смотрите у нас. Да, они, мы не знаем, как от них избавиться, они едят траву, и это нехорошо. Мам, я хочу поместить. Дети сегодня дома, они должны были идти в садик, но я не стала их вести, сейчас очень много детей болеют. Я все-таки решила сегодня оставить и холодно, в принципе, и дети кашляют там, я видела. Пускай сидят дома. Джей улетел в командировку, я все равно дома одна, пусть в теплоте лучше у меня сидят детки, чем они будут сейчас в садике. Сидим с Ивулечкой, заказываем себе йогурт. Я такая уставшая, у меня прямо ночью я не спала, Джеймессон не спал, и мне пришлось с 12.40 до 3 с чем-то часов я была с Джеймессоном. Поэтому такие круги под глазами, и вот одна тут. Ой, она что, уснула? Ну ты даешь, Мэйзи. Все мои детки. И всех их создала я. Я поняла, что ты что-то сказала. Ну что, заказала, Сивенч? Осаи она заказывает. Ну, осаи это как замороженные в блендере фрукты, да? Да. Как же можно сказать осаи? Ну там, они более полезные, они туда добавляют всякие семечки, всякие полезные. Орешки там, да? И еще что-то. Зачем тебе сейчас чипотло заказывать, когда я уже буду сейчас ужин готовить? Нет, лучше дождись пока тогда, если ты хочешь заказать чипот, лучше тогда жди, пока я приготовлю ужин. Нет, кто-то ест со мной. Нет, когда это время семьи, ты должен ехать с семьей. Ты должна кушать с семьей. Я тебе разрешила осаи, потому что это как легкая. Но не весь ужин, Сивенч. Ужин ты должна... Ужин должна ты есть с нами. И так ты нифига с нами не ешь. У нас сегодня дождь, смотрите. Видите, какой дождь. А улица холодно, Сивенч? Тепло? Тепло? Ну, дождь, да? Дождь вообще не прекращается. Я вообще не люблю, когда дождь. Я очень люблю. Я очень люблю. Джима-сам такой, мне тоже. Ты тоже люблю. А я. Да, а что ты там? Играешь? Что ты играешь? Я играю. Мэйзи уснула, это нехорошо, время у нас уже. Сколько время, Савиныч? 4.28, а она только уснула. Нет, 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 ей надо уже просыпаться, иначе она мне не даст спать. Ой, завтра Чей снова улетает в командировку. В Вирджине, я думаю. Три-четыре дня мы будем одни. Очень вкусный узбекский суп Машхурда. У меня уже на канале этот суп есть, но для тех, кто не видел, еще раз вам покажу, как готовить этот суп. У нас сейчас дожди в Калифорнии, холодно, ну, в самый раз приготовить супчик. Значит, на раскаленное масло добавляете лук, добавляете мясо, помидоры, картошку. Это все жарите по отдельности минуты 3-4. Значит, лук до карамельного цвета, потом мясо добавляете, потом помидоры, и потом уже добавляете картошку. Ну, специи по вкусу, соль пока не добавляем. Я добавила только, получается, перец и добавила сухой базилик. Все это хорошенько пережарила и добавляем Машхурда. Он так и называется по-русски Машхурда, насколько я знаю. Один стакан, я добавила маленькую пиалу, Маша. Снова пережариваете минуту 3, добавляете воду. Я добавила где-то полторы литра воды. Убираете после вскипятения, убираете пенку. И ждете до тех пор, пока Маш не раскроется. Он у вас должен раскрыться. Вот, Маш раскрылся, уходит на это где-то 20 минут. И после этого добавляете рис. На 30 грамм меньше, чем вы добавляли Машхурда. То есть, чуть меньше стакана. И до готовности уже ждете на среднем огне. Не забудьте добавить соль после раскрытия Машхурда. По вкусу. Хочу приготовить вот такие бисквиты. Это называется бисквит. Что это такое? Ну, это типа такие хлебцы, которые подают в Red Lobster ресторане. Они у меня уже давно. Поэтому хочу использовать. Добавляете вот микс, который они внутри добавили. И тут у них есть garlic and herb blend. Это значит чеснок со специями. Но это нужно будет потом, когда эти хлебцы приготовятся в духовке. Мы это размешаем с топленым сливочным маслом и сверху помыть. Так, теперь нужно добавить 150 миллиграммов воды холодной. Добавить чуть-чуть чеддер-чиза. У меня вообще не было, только остались какие-то кусочки. Всегда дома есть пакет тертого сыра чеддера. Сейчас он у меня кончился. Мне пришлось просто порезать остатки сыра, которые были. Но ничего, я думаю, этого будет достаточно. Теперь это вот размешаю. Слегка. Вот, вот такое тесто должно получиться оно такое вот. Не совсем густое, не совсем крутое. Слегка вообще перестала есть дома. Этого уже давно происходит, я это заметила. Но последние полгода вообще, может быть даже год, она вот любит именно уличную еду. Но она не ест такую нехорошую еду, да, то есть нездоровую, то есть не бургеры. Ну, заказывает, в принципе, нормальную еду. Но все равно, меня это, знаете, чуть-чуть напрягает. Я слышала, когда вот работала раньше, у меня сиренечка, когда была маленькая, люди, которые со мной работали, у кого были тинейджеры, они жаловались. Я это слышала, что дети ничего не едят, едят только вот уличную еду, да, или знаки. А я про себя в то время думала, да не может быть такого, да. Если ты приучаешь своего ребенка к домашней еде, то он ест домашнюю еду. И вот я заставила проглотить эти слова саму себя, потому что я на своем примере поняла, что, оказывается, это не работает. Оказывается, дети реально меняются, особенно, когда они финансово независимы в этом плане, да. То есть, если вещь сама работает, сама заказывает свою еду, или там с подружками в ресторан ходит, почти каждый день или через день, да. И, хотя все вещи у меня, она с детства, ну вот, если не считается, давайте уберем год, 16-летний, но до 15-ти, ну вот до 13-ти уж точно только домашняя еда. Ну, если не считать того, когда мы сами ходили в рестораны, да. Только здоровая еда. Кашки обязательно каждый день. Вот такие вот у нас получаются хлебцы. 425 градусов на 15-18 минут. Как раз суп у меня тоже сейчас будет готов. Вот сегодня она тоже заказала тебе сай. Там очень много фруктов, там какие-то полезные семечки, там гранола внутри, но она такая сытая, да. Калифорнийская еда. То есть в Калифорнии сай очень популярна. Но я и говорю, Сергей Иванович, это очень важно, чтобы мы все садились за одним столом и ужинали, потому что вот и для Джей это очень важно, и для меня это важно. Но мы понимаем, что она подросток, подросток, не подросток, но правила дома не должны меняться. Ну вот я не могу никак ее... Она говорит, ну мам, ну пожалуйста, я не хочу домашнюю еду. И что ты скажешь, да? Потому что я ее пыталась уже много раз заставлять, она просто не ест. Она просто не ест. И я не знаю, как 16-летнему ребенку вот запихать это в рот невозможно. Когда она была маленькая, я ее заставляла всеми способами, чтобы она ела, да. То есть даже это было неправильно, потому что ее тошнило потом уже от еды. Сейчас уже так не сделаешь, даже если бы захотела. Супчик у нас готов. Вот такой вот густой, хороший, вкусный суп получается. Если у вас есть свежий базилик, базилик свежий, конечно, намного лучше, но я добавляю сейчас сухой базилик, так как у меня нет свежего базилика. И также мошкурда подается с кефиром или с греческим йогуртом. Приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok